Кыргызский фонд развития не выдает кредиты организациям, которые работают в убыток или находятся на стадии банкротства. Об этом было сказано на пресс-сессии, посвященной деятельности фонда. На сегодняшний день в финансовую организацию поступают заявки от предприятий, которые берут средства, чтобы покрыть долговые обязательства перед другими банками. У фонда развития есть свои критерии выдачи кредитов и по заявкам, не отвечающим им, будет отказано, говорит председатель правления фонда Нурсулу Ахметова. Только по программе финансирования малого и среднего бизнеса на 20 октября в два госбанка поступило 143 заявки на общую сумму в 2 миллиарда 400 миллионов сомов. В самом фонде на получение прямого финансирования лежат более сотни бизнес-проектов. В то же время фонд сразу отказал 35 заявителям из-за того, что проекты не отвечают требованиям фонда. Есть требования фонда по собственному вкладу в размере 20%. Это основная причина. Не каждый заявитель может внести собственный вклад. Мы говорим о вкладе не только в денежном виде, но и основными средствами. К сожалению, очень много проектов, которые находятся либо в стадии банкротства, либо они убыточны. РКФР – это неблаготворительная организация, и его средства не предназначены на покрытие долговых обязательств или кредитов, взятых предприятиями в других банках, напоминает председатель правления. Также кредиты не рассчитаны на финансирование оборотного капитала. Многие предприниматели не задумаются о том, смогут ли они освоить эти миллионы и вовремя платить проценты по займу. От работы РКФР зависит и имидж Кыргызстана на международной арене, поясняет Ахметова. Ведь достаточно вспомнить судьбу российского кредита в 300 миллионов долларов, выданного в 2009 году. У нас есть с вами негативный опыт работы с предыдущим фондом развития, который накладывает отпечаток на всю деятельность не только фонда развития, но и в целом страны при позиционировании, при ведении переговоров. На территории Российской Федерации, в Казахстане мы везде слышим, а вы, у вас вообще остановится вот это иждивенческое настроение, все вас кормят, вам дают деньги, а вы как будете их использовать? Работа фонда продумана до мелочей. Так, РКФР не будет выдавать средства политически значимым лицам. Статья 13-я устава организации гласит о том, что фонд не может финансировать юридические и физические лица, которые прямо или косвенно связаны с политической деятельностью. Деньги предназначены для модернизации производства и приобретения оборудования, напомнил член правления Бакат Курманбеков. Он разъяснил и другие условия выдачи кредита. Промышленное оборудование, техника, которая закупается за счет нашего кредита, она также принимается в залог. Многие предприниматели жалуются, что, допустим, получая от нас кредит, что они должны выставить залог на такую же сумму дополнительную. Это неправильное понимание. То есть, активы, которые мы финансируем, мы их же и принимаем в залог. Напомню, цель создания Российско-Кыргызского фонда – модернизация экономики Кыргызстана и адаптация ее к условиям ЕАЭС. Нургуль Саматова, Алтанхан Бабаев, Общественный Первый канал.